Приветствую друзья на канале КАСКО. В этом видео вы узнаете как повысить фпс в Apex Legends, а также избавиться от лагов и фризов. Пройдемся по настройкам графики, что за что отвечает и насколько сильно влияет на производительность. Подберем актуалочку для разных систем, мощных, немощных, ноутбуков и так далее. За большие пальцы вверх и подписку на канал буду благодарен. Готовьте ваши ручки, ну а мы начинаем. Да что это такое, снова пинг под сотку. Окей, исправляем ситуацию. А вот это уже другое дело. Хочу поделиться с вами полезной информацией. Как можно понизить пинг буквально 2 клика для более стабильной игры. Есть такая программка называется Gear Up Booster. Поддерживает большое количество игр, в том числе Warzone, Apex Valorant и много других. А пользоваться ей очень просто. Выбираем игру, нажимаем бустинг, ждем несколько секунд и получаем примерный пинг в самой игре. Там же можем поменять регион и сам узел подключения. Самое главное, что Gear Up Booster никак не влияет на игровую механику, а конкретно занимается соединением с сервером. Все максимально безопасно. К тому же вышло крупное обновление Gear Up 2.0, в котором улучшили эффективность снижения пинга. И добавили новую функцию антипакет Loss. Что она делает? Устраняет потерю пакетов на 100%. Звучит интересно? Я тоже так считаю. Рекомендую каждому из вас попробовать и написать в комментариях, насколько получилось у вас снизить пинг в играх с Gear Up Booster. Ссылочку я оставлю в описании и в закрепленном комментарии. Начнем мы с качества графики. Сглаживание. Устраняет зазубренные линии. В Apex доступно всего одно сглаживание, и это TSA. Переход скушает не более 1% производительности. Рекомендую включить. Качество текстур. Отвечает за детализацию общих текстур. Переход с очень низкого качества на максимальное никак не повлияет на FPS и сам визуал. А вот уже если отключить текстуры, в таком случае мы получим прибавку 2% производительности. При этом картинка станет пюрешкой. Рекомендую очень низкое качество. Либо и вовсе отключить текстуры. Фильтрация текстур. Отвечает за качество текстур при просмотре под углом, делая их более читаемыми. Каждый переход скушает в среднем по 1% производительности. Рекомендую анизотропную фильтрацию 2Х. Качество рассеянного затенения или SSAO. Дает более точное затенение в областях, где объекты или поверхности соприкасаются друг с другом. В апексе затенение работает в основном на деревьях, листочках, цветочках и травке. Очень сомнительный параметр, который я рекомендую просто выключить. А охват теней от солнца отвечает за детализацию теней на дистанции. На фпс никак не влияют. Рекомендую высоко. Детализация теней солнца. Отвечает за детализацию теней на дистанции от солнца. В среднем кушает около 2% производительности. Но многое зависит от локации. Иногда потеря по фпс может достичь 10%. Для видеокарт 360 Ti и выше рекомендую высокое качество. Для всех остальных низкое. Детализация теней точечная. Также самоотвечает за детализацию теней на дистанции, но уже от источников света. Переход с выкол на высоко скушает не более 1% производительности. При этом различное мельтешение из-за света пропадет. Дальнейшие переходы на очень высоко и максимально скушают еще дополнительных 2-3% производительности. Рекомендую высокое качество. Объемное освещение. Создает эффект рассеивания солнечных лучей. Разница между включенным и выключенным эффектом. В среднем 5% производительности. Рекомендую выключить. Динамические тени точечные. По названию так все ясно. Смогут ли тени от источников света перемещаться? Не от солнца. И тут я попал в затруднительное положение. Все что я не проверил бы, никаких изменений не обнаружил. Если кто-то из вас знает, где можно отчетливо увидеть разницу, пишите в комментах. Качество моделей отвечает за детализацию объектов. Каждый переход примерно скушает по 2% производительности. Визуальная разница большая, но для данного жанра незначительная. Рекомендации нет. Все на ваше усмотрение. Я лично оставлю на высоко. Детализация карты отвечает за наполнение различных декораций. Камушки, объекты и даже тени. Скушает все это добро порядка 4% производительности. Для залетных ребят, коим я являюсь, оставляем на высоко. А вот уже для постоянных игроков, естественно, отключайте. Вам от этих мелочевок ни холодно, ни жарко. Качество эффектов отвечает за детализацию визуальных эффектов. В стандартных сценариях разницы по фпс никакой нет. Но снова же, если будет кучка народу, в таком случае может повлиять. Но не так, что критично. Рекомендую высокое качество. Следы ударов. Более правильнее будет следы от пули. На фпс никак не влияет. Ставьте как вам угодно. Физика тел определяет физическую достоверность анимации мертвых тел. Игровых, если что. Как по мне, не очень важный параметр. Лучше выбрать низкое качество. Теперь давайте поговорим насчет разрешения и режима отображения. Просто выбрав режим отображения на весь экран, мы получим прибавку около 2% производительности. Если нам необходимо быстро повысить FPS в игре, понижение разрешения придет на помощь. А вот, несмотря на то, что фоу кушает производительность, я рекомендую выбрать то поле зрения, с которым вам наиболее комфортнее играть. NVIDIA Reflex кушает около 5% производительности. А если мы выберем вкл плюс буст, то потеряем еще 1%. Оптимизированные настройки графики у вас на экране. А теперь давайте проведем тест между оптимизированными настройками и максимальными. А теперь погнали на рабочий стол. Я там покажу несколько настроек. Ребятки, если у вас есть желание, а самая главная возможность, можете поддержать мой канал подпиской на бусте. В знак благодарности вы получите мой архивчик с оптимизацией как Windows 10, так и 11. Он активно развивается. Стараюсь в каждой новой версии добавлять что-то новое. Там же находится гайд на 30 минут. Как всем этим пользоваться? Плюс иногда публикую разные твики, отдельные настройки для некоторых игр и все возможные архивы в одном облаке. А также у меня есть телеграм, в котором я делюсь игровыми новостями, когда следующий ролик и так далее. Ну и конечно же наш дискорд сервер. Мы там общаемся, играем и решаем проблемы, которые у вас могли возникнуть. За любую активность буду благодарен. Отвечаю всем и постоянно. Ссылочки в описании. Оказавшись на рабочем столе, нажимаем поиск, пишем. Настройки. Графики. Если у вас Windows 11, скорее всего Apex Legends будет добавлено в список. Если Apex нет в списке, либо у вас Windows 10, нажимаем обзор. И нам нужно перейти в папку с игрой. В моем случае это Steam, Steam Apps, Common, Apex Legends. И здесь у нас есть два приложения Apex. Добавим обычный R5 Apex и DX12. Нажимаем параметры и ставим галочку на высокая производительность. Сохранить. То же самое проделываем и со вторым приложением. Ставим галочку сохранить. Переходим на параметры графики. Если ваша система поддерживает аппаратное ускорение, я рекомендую его включить и потестировать в самой игре. Оптимизация для игр в оконном режиме. Если вы играете в оконном режиме, то включаем. В панели управления Nvidia. Переходим на управление параметрами 3D. Далее программные настройки. Нажимаем вот сюда. И ищем Apex. Если к примеру здесь его не будет, хотя он есть, то нажимаем добавить. И уже ищем в этом вот списочке. Анизотропная фильтрация. Если в самой игре фильтрация текстуры вы отключаете, то и здесь вы уже можете отключить. Если нет, то оставляйте просто управление от приложения. Вертикальный синхроимпульс. Скорее всего вы его отключаете, поэтому здесь можем отключить. GP Rendering OpenGL. Выбираем нашу видеокарту. Vulkan OpenGL. Выбираем использовать цепочку буферов DXGI. Частота обновления вашего экрана. Высшая, доступная. Режим низкой задержки. Для слабых систем отключаем. Для более-менее среднего сегмента включаем. Ставить ультра не рекомендую, потому что могут появиться фризы. Режим управления электропитанием. Выбираем режим максимальной производительности. Совместимость с OpenGL. Приоритет совместимости. И сам внизу находим фильтрация текстур качества. Выбираем высокая производительность. И нажимаем применить. По факту самые базовые настройки мы сделали. Если вам необходимо еще больше повысить производительность в не только Апексе, но и других играх. Плейлист с настройками системы, видеокарты и так далее будет в описании. Плюс у меня в телеге, либо в дискорде есть архивчик. Называется архив by casco. Там есть твики реестра, настройки для разных видеокарт, MSI мод. Плюс различные очистки и так далее. Если будет интересно, можете залетать. И так же само не стесняйтесь задавать ваши вопросы. На все стараюсь ответить. Ну а так получается, что залетаем в Апекс Леджендс и наслаждаемся. Если не высоким фпс, то по крайней мере стабильной и плавной картинкой. Как говорится, до скорых встреч.